Долгострои уйдут с молотка. Участки, чьи владельцы ими давно не пользуются, будут изымать. Подробнее об этом расскажет наш экономический обозреватель Алексей Мартиненок. Алексей, так как это будет? Добрый вечер, Сергей. По закону землю надо было освоить до положенного уровня еще к первому марта прошлого года. То есть, по сути, начать строительство дома. Тогда же местные власти получили право изымать участки без строений и выставлять их на торги. Процесс пошел, но не активно. Недавняя проверка обнаружила больше всего бесхозных соток в самых востребованных населенных пунктах Минского района. В Боровлянах 57 участков, только кадастровая стоимость которых составляет более 1 миллиона долларов. В Ратомке контролеры насчитали 37 участков. Окончательный итог подведен. Без малого 72 миллиарда рублей заработано на республиканском субботнике. Это на 5 миллиардов больше, чем в прошлом году. Всего в акции приняли участие 2 миллиона 945 тысяч человек. Заработанные средства на этот раз направлены на реконструкцию и восстановление историко-культурных памятников, оздоровительных центров и других важных объектов. Расширить штат в ближайший месяц планирует каждый восьмой промышленник страны. В исследовании Минэкономики приняли участие руководители практически всех крупных белорусских производств. Каждый четвертый топ-менеджер уверен в улучшении состояния дел на своем предприятии в ближайший месяц. Половина думает, что в финансовом плане ничего не изменится. 39% опрошенных руководителей прогнозируют рост производства, 12% снижение. Цемент и стекло. Что делать крупным промышленникам этих отраслей в актуальных условиях? Правительство советует искать новые рынки. Производители стекольной продукции уже поддержали дотациями из бюджета. Это помогло в ценовой борьбе с зарубежными конкурентами. Внутренний рынок цемента сейчас просел, как и спрос традиционных иностранных партнеров. Тем не менее прогнозы профильного министерства позитивные. Порядка на 30% должны подняться цены на российском рынке с учетом стабилизации рубля российского. Поэтому мы рассчитываем, что уже летние продажи цемента будут в рентабельное и позволят поправить экономическое положение наших предприятий. На валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. Белорусский рубль немного снизился к корзине иностранных валют за счет укрепления евро. Российский рубль сдал позиции. Доллар снова подешевел. На этот раз на 59 белорусских рублей. Теперь мы в курсе. Это были новости экономики.